Не имею ни малейшего понятия кто, каким образом и с использованием каких средств либо материалов, но вы только посмотрите на эту красоту. Неоднократно я видел эти оправы. Изначально они имеют обычный цвет слоновой кости, если так можно выразиться. В данном же конкретном случае вот эти три бритвы, они из одного места прибыли и они имеют нежнейший персиковый цвет, если так можно выразиться. Несмотря на то, что записывающее устройство достаточно высококлассное, но всего вот этого сока, естественно оно не передает. Это просто какое-то чудо. Очень красивые, умышленно ничего я кроме мытья к оправам не применял, чтобы не дай бог вот этот оттенок не убрать, потому что с внутренней стороны вот они обычные, вот такие, будем так говорить, светло-песочные. Да, скрывают в себе, в данном случае это фион шведской стали, кику боши, великолепнейшее состояние. Все здесь бритвы премиальных групп выполнены из лучшего сырья, одна даже, будем так говорить, из супер стали или стали порошковой. Макс постарался, где-то раздобыл вот такое богатство. Эталонные слесарные обработки имеют бритвы, придраться абсолютно не к чему. Ну и размеры крупненькие, это я конечно не замирал, но здесь 7 восьмых к бабке не ходить. Итак, персик номер один, фион, порядкового номера 3500, за ним следует кейп, также шведской стали, под номером 222. Для использования барберами первый класс. Оправа такая же, сакурная, как и в предыдущем случае. Ну вот они три такие, смотрятся исключительно здорово. Опять же таки, экстра холлоу. Состояние идеальнейшее. Подбил осевые. Во всех решениях данной группы установлены дистанционные шайбы. Достаточно так свободненько они там болтаются, конечно. Сами шайбы, они такой делают эффект. Хотя я не знаю, эффективность их использования, точнее сказать, к этой эффективности возникают вопросы. Когда бритвы разбираешь и смотришь, что шайбы, несмотря на то, что они выполнены из металла мягкого, они, грубо говоря, сносят металл и образуют такие лунки по своей форме. И все равно все там собирается. Не знаю. Такое себе, мне кажется, решение. Ну, это чистая выдвискусовщина. Тем временем, кейп под номером два. И вот такая кентака. 28 номера. Takagi Companies Real Japanese Hello Ground. Если бы не вот это безобразие на носу, которое, естественно, произошло от того, что бритва была закрыта и вот сюда попала вода. Просто банально попала вода. Сильно прокорротировало. Во всем остальном бритва в идеале, опять же таки, для парикмахерского использования, первое, не знаю, короче, достойного качества. Будем так это литературно переводить. Это такое решение. Оно тоже на выборке, но не настолько сильно выбран лепесток. Для жесткой щетины, я думаю, будет очень-очень хорошо. Так, персик номер три. Осмотрели. Еще один кейп, тысячный номер. Данная бритва была в использовании, естественно, была в использовании нашими японскими коллегами. Поскольку для них абсолютно характерно больший ход износ на носу, нежели на пятке. Поэтому здесь она так болталась. Ну, было ровно-ровно-ровно. Режущая кромка шла. А потом такая раз. И такой пузо на пятке. Поэтому был произведен технологический барьер. Ну, и далее уже заново сводил. Не стал я это убирать. Соответственно, теперь, ну, линия она правильную кривизну имеет. Но пятка, короче, ширина полотна у пятки больше, чем у носа. Но в работе, как будет элитарно, это комфорт при работе и удобство при работе не убирает, а скорее наоборот. Номер четвертый. А вот такой же кейп абсолютно новый. Ну, здесь все так совсем официозно. Оправа черная. Лак. Будем так его называть. Черный лак. Можно даже сказать, рояльный черный лак. Ну, и сам клинок. Клинок в идеале. Ну, здесь опять же таки вот это место. Подчищало я это все. Ну, хранение не всегда безукоризненное. Блифа суперская. ПОТО, ПОТО, ПОТО. так номер 5 замыкает абсолютно бесподобная по красоте изяществу вот такая штучка именно штучка как говорил филипп филиппович а теперь дорогой ваннарнольвич моментально попробуйте вот эту штучку так вот вот эту штучку в данном случае это у нас торговая марка дальше я суки factory тамахаганы одним словом расписная карусель почти почти как тамахаганы которая намывается в реке в данном случае для сырья был использован железный песок который кстати у них можно купить отдельно ну и потом этот песок расплавляется и из него выплавляется заготовка которая впоследствии становится вот такой роскошной клинковой бритвой очень однородная имеет минимальное абсолютно количество примесей я думаю можно смело и называть супер стали поскольку поскольку это порошок как-то недавно я смотрел фильм о японском мастере который изготавливает кухонные ножи по старой технологии стали тамахаганы вот они есть у них возможность приобретения от прямо этого песка речного из которого они при помощи магнита из него извлекают вот эти металлические частицы и потом эти частицы они уже расплавляют в слитки и естественно задался вопросом а такой ли он скажем так единообразный и скажем так однородный поскольку но наверное многие видели как выглядят эти слитки они такие как хрен его знает как овсяное печенье короче однородности там и близко нет она то понятное дело что потом скорее всего это все расковывается расковывается но мне кажется в данном случае технологический процесс он вот как в данном случае он наверное все таки выиграет у классики но это все опять же таки чистое водоизмышление группа готова если я ничего не путаю макс выслал еще 2 неол стоковые комиссори они придут там завтра или послезавтра я так если правильно понимаю все вот эти представительницы они будут максом выставляться в продажу поэтому звоните интересуйтесь я его номер в описании оставлю бритва естественно первого дивизиона это наилучшее наверное качество которое можно найти на рынке у меня пока все спасибо за внимание до скорых встреч в эфире пока а